здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня я представляю вашему вниманию рецепт белково-масляного крема белково-масляный крем является вообще в кондитерском деле одним из самых многофункциональных кремов которым можно наполнять торты десерты пирожные капкейки украшать им капкейки также можно им украшать торты свадебные торты он очень хорошо держит форму этот крем он очень вкусный воздушный в то же время он не такой тяжелый как другие масляные кремы и сегодня я хочу поделиться с вами именно моим способом приготовления как я буду готовить этот крем именно на итальянской меренге то есть на заваривание белков сиропом и потом введение уже в готовый белковый крем масло тем самым белки будут завариваться они будут безопасны в плане бактерий и сейчас я покажу как я это делаю и так для крема мне понадобится вот все представленные на экране продукты посуда для взбивания для белков должна быть обезжирена 100 грамм белка 250 грамм размягченного сливочного масла 200 грамм сахара 1 3 чайной ложки лимонной кислоты 65 грамм миллилитров как хотите называйте воды и пакетик ванильного сахара 8 грамм и так я сначала начну уже готовить сироп я заливаю воду в сахар и на полном огне то есть на большом огне я начинаю нагревать ковшик с сиропом это нужно сделать заранее потом я вливаю белки дежамиксера и венчик должны быть полностью обезжирены чтобы белок взбивался ни капли желтка не должно быть в белке иначе тогда белки не взобьются также я отправляю туда весь ванильный сахар нам обязательно понадобится сегодня еще и кондитерский термометр и смотрите теперь я начинаю взбивать масло взбивать его буду где-то минуты 4 чтобы получилась такая пышная очень побелевшая масса сейчас я довожу температуру в ковшике где-то до 109 градусов цельсия 110 примерно смотря какой у вас миксер и начинаю взбивать белки теперь следующая моя отметка на термометре это будет где-то примерно 117 118 градусов я введу в сироп по моему вкусу одну треть чайной ложки лимонной кислоты вы можете взять четверть чайной ложки мой крем мне будет очень напоминать по вкусу именно советский торт птичье молоко очень похож на начинку от птичьего молока этот крем по вкусу когда в него добавлено вот такое количество лимонной кислоты до 121 градуса я довожу сироп и вливаю тонкой стройкой уже во взбитую белковую массу белки должны быть такими пушистыми они не должны быть такими сильно взбитыми в губку ни в коем случае и видите что очень важно я те капли которые остаются на стенках на дне ковшика я их не собираю ложкой не ввожу в сироп иначе они не разойдутся потом в белках и они потом будут чувствоваться в креме видите до какой степени я взбила масло то есть она побелела очень сильный стал очень пышным я не советую вводить не взбитое масло в этот крем знаю уже на многолетнем своем опыте что лучше делать со взбитым маслом потому что некоторые масло предварительно не взбивают я всегда его взбиваю с тех пор как мы ввели сироп в белки у меня проходит где-то минуты 3 и крем начинает наматываться на венчик видны по бокам вот от стенки дежи до венчика начинаются первые пустоты и крем начинает выглаживаться с того момента и до завершения взбивания проходит где-то примерно минута это в моем миксере миксер у меня 700 ватт здесь у меня не тот рецепт который я готовлю именно белковый крем для украшения торт проходите по ссылке в описании у меня подробнейшие есть два видео как я именно мой белково-заварной крем готовлю и ручным и планетарным миксером здесь я даю сегодня рецепт классического крема белково-заварного на итальянской меренге 100 грамм белка и 200 грамм сахара по сути тут идет но на украшение именно тортов я беру свой крем тот где немножко побольше сахара в сиропе а так в принципе по взбиванию то же самое и так проходит у меня минута на венчик уже наматывается очень много крема пустоты образовались огромные уже вокруг венчика и я выключаю то есть четыре примерно минуты смотрите по своему миксеру миксер у меня bosch старенький 700 ватт видите он даже плохо отходит от венчика не могу его даже извлечь оттуда вот такой вот глянцевый очень стабильный ровный крем получается но для украшения все равно беру немножко побольше сахара вот в моем рецепте теперь на данном этапе мы где-то примерно 35 градусов цельсия должна быть меренга чтобы вводить туда уже сливочное масло я сейчас меряю меренгу градусником опять же это я делаю для вас я уже знаю примерно когда я делаю для себя уже примерно знаю вот видите 36 градусов цельсия это уже нормально 35 показывает как только я достал его оттуда это уже достаточно для моего крема чтобы вводить туда масло я здесь не делаю никаких малых оборотов я не вижу в этом смысла вы можете на малых оборотах выводить масло масло очень мне хорошо взбито масло когда вы начинаете взбивать должно быть не ниже чем 21 градус цельсия крем очень хорошо соединяется сразу со взбитым маслом проверено на собственном опыте и советую еще раз напоминаю советую всем именно так и делать именно взбивать масло минуты 3-4 хотя бы перед введением в крем примерно по столовой ложке я ввожу масло масло у меня 82 процента жирности поэтому масло мне не белое масло у меня хорошего масляного цвета как оно и должно быть теперь важный очень момент обязательно когда вот мы ввели все масло и где-то там полминутки по взбивалась мы должны обязательно со всех стенах дежи собрать крем и со дна дежи тоже и теперь вот когда я уже собрала весь крем со стенах дежи я взбиваю до окончательного результата уже где-то минуты три примерно вот так вот да крем начнет выглаживаться он становится пышнее борозды которые вот образовываются от венчика будут более таки оформленные на это на все нужно обратить внимание также начнут такие небольшие пустоты образовываться не кашеобразная такая масса будет а вот именно такой вот он будет крем уже более воздушный скажем так вы это почувствуете вы это увидите когда вы захотите выровнять им торт если вы сразу вот сейчас взбили этот крем сразу можно выравнивать торт в следующем видео я уже буду показывать как я его наношу на торт этот крем как я с ним буду работать это в том случае если же вы захотите выровнять им торт если же вы захотите сразу делать из этого крема цветы вы можете его убрать где-то минут на 15 не более в холодильник если вы впервые убирайте именно в свой холодильник этот крем вы еще не знаете как поведет себя в холодильнике данный крем я советую импульсами у вас тужать то есть убирать на 5 минут и через каждые пять минут смотреть в каком состоянии ваш крем потому что чтобы он у вас не переохладился и потом когда переохладиться уже труднее будет его опять восстановить до комнатной температуры и так примерно три минуты у меня прошло крем стал очень пышным крем у меня не белеет до белого потому что еще раз говорю у меня натуральное масло 82 процента вот видите вот такой вот он глянцевый без крупинок без расслаивания получается я не знаю мне никогда он не расслаивается этот крем мне кажется все таки зависит здесь и от масла и от температуры масло не должно быть холодным теперь по традиции хочу отсадить именно как шапочку капкейка насадку мне здесь 1м крем вкуснейший крем прекрасно держит форму и можно украшать и бордюру тортов делать превосходнейшие цветы видео потому как я буду буду собирать с ним торт как я буду выравнивать им торт и это будет уже в следующих видео как окрашивается этот крем как делать из него цветы это будет еще отдельное видео крем очень многофункциональный им можно наполнять торты наполнять пирожные делать шапочки у капкейков выравнивать им торты я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео